Золото в крае добывает 28 предприятий. Олова два. И одно специализируется на платине. В 2020 году спрос на драгметаллы вырос. В итоге горнодобывающая отрасль, несмотря на пандемию, принесла в бюджет края даже больше дохода, чем в 2019 году. Свыше 2 миллиардов 700 миллионов рублей дополнительно. Есть такие предприятия, которые используют иностранную рабочую силу. Но, наверное, для нас это плюс, потому что сегодня, оказавшись в тех условиях, что они не смогли завести, таких специалистов своих, которые планировали из Китайской Народной Республики завести, я думаю, что они перестроятся и будут, конечно же, привлекать именно работников наших. Соответственно, создавать соответствующие рабочие места. Важную часть в экономике региона занимает малое и среднее предпринимательство. И все же около двух тысяч предприятий не выдержали кризис, связанный с пандемией. При этом власти отмечают, появляются новые игроки на рынке. Например, самозанятые. Сейчас их зарегистрировано свыше 7 тысяч. Суммарный доход – более 574 миллионов рублей. Кроме того, сейчас в крае активно продвигаются идеи социального предпринимательства. Для социальных предпринимателей, к примеру, предполагается, что в этом году будут гранты. Грант, сумма гранта до 500 рублей. До 500 тысяч рублей. По всем прогнозам, экономика края будет стремительно восстанавливаться в ближайшие месяцы. К примеру, уже разработан план на 2021 год по реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В крае также ведется строительство новых предприятий по добыче полезных ископаемых.